Час пик на станции метро Республика. Эскалатор сначала стремительно набирает скорость, потом резко останавливается. Большинство пострадавших – болельщики футбольных клубов ЦСКА и Рома. Они ехали на матч. Всего травмы получили 20 человек. Среди них есть и четверо граждан Украины. Остальные пострадавшие смогли уйти домой после того, как им оказали первую помощь. Был риск, что одному из россиян ампутируют ногу. Но итальянские врачи решили, что в этом нет необходимости. Когда мы приехали на место, люди лежали друг на друге внизу эскалатора. Они искали помощи. У них были травмы, вызванные эскалатором. Серьезные травмы. Болельщики шумели и выпивали в метро. Возле эскалатора нашли пивные бутылки. Итальянский министр внутренних дел Матео Сальвини обвинил фанатов в том, что они прыгали на эскалаторе. И сами виноваты в том, что произошло. Компания, отвечавшая за исправность рухнувшего эскалатора, утверждает, обязательные проверки проводились по расписанию. Причину аварии власти пока точно не могут назвать. Расследование продолжается. Следователи установят причину. Я бы хотела подчеркнуть, что мы вместе с пострадавшими. Вместе с пострадавшими россиянами. За судьбой болельщиков следили все. Даже президент России. Сегодня Владимир Путин встречался в Москве с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Я хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывает помощь болельщикам, российским футболным болельщикам, которые пострадали во время инцидента во римском мире. Помощь болельщикам ЦСКА оказывает российское посольство и официальный фан-клуб. Вчерашние соперники, клуб Рома, тоже предложили любую помощь. Вчера они выиграли у ЦСКА со счетом 3-0.